Древние греки еще искали эту золотую середину, чтобы человек гармонично развивался, был умным, начитанным и в то же время атлетически сильным и здоровым. Вот в здоровом теле, здоровый дух, недаром оттуда же идут эти все сентенции. Привлечение молодежи к здоровому спорту, к здоровому образу жизни, то, чем занимается Гетто Геймс. Вот сейчас поговорим об этом направлении. Ведущий мероприятие, руководитель проектов Гетто Геймс Антон Семеняк с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро, Антон. Доброе утро, доброе утро. Вот насколько действительно гармоничное развитие человека возможно, и если говорить про Гетто Геймс, только ли вы обращаете внимание на физическую подготовку, или проекты Гетто Геймс могут иметь какое-то воспитательное значение, например? Конечно, начнем с того, что это лежит в основе философии Гетто Геймса, что ценности, например, то, что мы играем без судей, и это заставляет противников в первую очередь общаться между собой, во-вторых, уважать друг друга и уважать правила турнира. Во-вторых, у нас проходят разные мероприятия, не только которые основаны на том, чтобы заниматься спортом или двигаться, но и то, чтобы немножко шевелить мозгами и головой, и думать немножко на два шага вперед. Один из тех, который проходит летом, это, допустим, рэп-баттл, да, то есть тебе не надо заниматься спортом, но у тебя должны быть определенные умственные устройства и талант, чтобы сочинять текста на месте. И второй – это то, о чем мы сейчас поговорим. Как раз то, о чем мы сейчас говорим. В феврале состоится международная конференция «Medicine World's Gettos», что она означает, какие темы будут обсуждаться, и то, что нам с Олегом уже известно. В том числе будет поднят и рассмотрен вопрос о том, как вот это домоседство, отсидка коронавирусная, повлияло на привычки молодых людей. Так ли это? В том числе, но мы на этом… в этом году мы не ставим акцент. Ну, начнем с того, что название «Medicine World's Gettos» и можно подумать, что это какая-то медицинская конференция в первую очередь. Но это не так. Мы придумали это название, так как мы верим, что наш проект – это универсальное устройство или инструмент, который может помогать городам обретать более, скажем так, воспитывающий эффект через спорт, через уличный спорт в более неблагоприятных частях города. Оттуда название. И каждый год темы разные. Конечно, последние два года мы живем в условиях непонятных, и из-за этого, конечно же, темы тоже становятся похожими или более актуальными на это. В этом году центральная тема – это «Digital work with youth», то есть цифровая работа или работа в цифровой среде с молодежью. Это то, где не только, скажем, сектор страны или официальные инстанции отстают, но также вообще и компаниям, организациям, особенно молодежным организациям, которые привыкли работать в одном виде, необходимы дополнительные знания, как работать в этой среде. А действительно, как работает? Потому что мы, вот когда мы говорим о понятии «е-спорт», кажется это немножко странным, то есть как будто бы это занятие видеоиграми, а не физические упражнения, и речь идет все-таки о том, чтобы привлечь через цифровую среду молодежь заниматься активно физически в каком-то конкретном месте, или это какие-то активности в цифровой среде? Вы абсолютно правы в обоих случаях. В первую очередь мы за то, чтобы человек делал то, что ему нравится больше всего, и если ему нравится и получается, и мы видим, что сейчас это может даже стать профессией, да, если мы говорим о «е-спорт», то есть в Латвии есть как минимум два прекрасных примера парня, который один играет за российскую команду, второй играет за европейско-американскую команду, два человека из Латвии, которые сделали неплохое состояние на том, что они играют конкретно в «Контр-страйк», да, но идея такая, что в первую очередь, да, это то, что мы вступаем за то, что, то есть это актуально для молодежи и актуально в целом для людей, и мы не можем это игнорировать, потому мы перекладываем свой опыт в создании мероприятий, которые мы делаем оффлайн, скажем так, на мероприятия, которые мы собираемся и делаем онлайн. Второе, конечно, в этом и есть сила гетто-геймс, что это не только гетто-баскет и золотые олимпийские медали, это не только гетто-футбол и поддержка футбольной федерации и УФА, это не только там гетто-файт, где, как многие могут подумать, просто люди бьют друг другу по морде, но это совсем не так, и потому здесь и существует еще какой-то, да, у нас есть гетто-фактор, где люди поют, где у молодых талантов, у которых нету сейчас рупора, у которых нету сейчас своих последователей и слушателей, вот они могут показать и проявить свой талант. В этом году, в прошлом году участвовала одна девочка, Бу, которая в этом году номинирована на четыре золотых микрофона латвийских, да, что это парадокс, это случайность, это счастливый случай, мы об этом не знаем, но мы знаем то, что жизнь одного человека точно изменилась после этого проекта. И о том, к чему я веду, что если ты играешь в футбол, тебе не запрещают поучаствовать в рэп-баттле или спеть, или пойти в гетто-файт, и если ты катаешься на роликах, может быть, ты хочешь потом принять участие в турнире по флорболу на роликах, да, то есть, если ты играешь в e-спорт и не двигаешься, то, о, знаешь, что летом каждый день, вторник, среду, четверг в Риге и других городах по выходным происходят мероприятия, на которые ты можешь сходить и потом в итоге поучаствовать. — Вы упомянули помощь городам через спорт, воспитывать ребят в неблагоприятных районах. О каких городах идет речь, я так понимаю, не только у латвийских, и где-то геймс она распространяется? — Да, это так. Конечно, наша идея не распространяется так, как мы хотели. Ну, то есть, наша изначальная идея — ребят, вот, посмотрите, как мы делаем, берите с нас пример бесплатно, мы даже вам посоветуем делать то же самое в своих городах. Но так это, к сожалению, не работает, и сейчас мы взяли немножко другой курс. Но, то есть, социальная идея, она так и так остается. — Да, это правда, в апреле этого года мы делаем то, что должны были сделать два года назад. Делаем европейский тур по уличному футболу с нашими десятью партнерами в других странах. И начиная с 16 апреля первый турнир в Риме, затем в маленьком городе Джаково в Хорватии, потом в Будапеште и так по всей Европе. То есть, тот же формат, который мы делаем здесь, в Риге, в Латвии, тот же формат, с которым мы путешествуем по Даугофпилс, Венспилс, Лукумс, Резекне, только еще более развитый формат, с нашим форматом мы поедем. Этим мероприятием мы надеемся не только провести и записать какое-то свое имя, скажем так, в истории, но и сподвигнуть и вдохновить местных организаторов, что, ребят, вот то, что мы сейчас сделали на одном мероприятии, вы это можете сделать здесь каждый день. Еще один вопрос, связанный с эмоциональным здоровьем. Я думаю, что для молодежи вот эти два года были особенно тяжелым временем, потому что как раз-таки в молодом возрасте людям хочется общаться, больше проводить. Для них очень важное значение имеет быть в компании, друзей. Взрослые могут это, скажем, перетерпеть легче, чем молодые люди. Вот насколько работа с эмоциональным здоровьем молодежи важна для Гетто Геймса, как здесь вы справляетесь? Лично для меня на конференции это будет самая интересная тема, потому что насчет этой темы у меня на данный момент меньше всего знаний. Я хочу расширить свои знания, поэтому, да, заметны случаи, что ухудшилось, мы общались с экспертами, мы общались и знаем ситуацию, что происходит в Риге и в других городах. Не самая лучшая ситуация, ну, например, даже если такой простой критерий, как оценки в школе, да, которые упали, то есть те, которые учились, если, грубо говоря, из-за суперталантов, там было 10%, кто в школе получал, там, 8, 9, 10, то их количество сократилось, да, то есть те, которые были хорошисты, их количество тоже сократилось, и увеличилось количество тех, кто не особо дотягивает по учебе. Связано ли это с эмоциональной, понятно, дело с чем это связано, да, но влияет и связано ли это с эмоциональным здоровьем? Я думаю, что, да, но нужно еще послушать экспертов. У нас есть один метод, который работает как минимум, не знаю, 2000 лет. Это активный образ жизни, да, потому что на личном примере могу рассказать, что нет лучших средств по борьбе с, скажем, тревогой или еще какими-то вот ментальными, ну, я не хочу сказать заболеваниями, но с какими-то ментальными проблемами. Даже простая прогулка час в день, каждый день, может очень много помочь. А если мы говорим о пробежке или более интенсивных занятиях, то более интенсивная будет и помощь. Насколько социальные сети, вот и YouTube, и TikTok, сейчас появившиеся, они влияют на деятельность GetoGames? Насколько вот ваше активное участие в этой сфере, чтобы привлечь молодежь и общаться, контактировать с ней? Абсолютно. И это наш главный канал, через который мы обращаемся. Каждый год, каждые два, каждые три появляются новые платформы, которые мы должны понимать. Эти платформы жизнеспособны или нет. Будут ли они, перейдут ли туда аудитория или нет. Да, то есть это все мы должны учитывать. И если, скажем, мы возьмем 10 лет назад, когда был GetoGames, окей, не 10, может быть, там, 12. В Латвии был, по сути, там, Draugie MLV и Одноклассники, например. То есть это были две определенные платформы, где ты выкладываешь одну новость, и все об этом знают. Да, то сейчас платформы и аппликации существуют десятки, на которых везде где-то есть своя аудитория специфическая. У нас есть каналы, на которые мы ставим главный акцент, но мы понимаем, что мы должны присутствовать на всех. И да, это играет в роль и популярности, и в ценности для участников и зрителей, то, что мы присутствуем в социальных сетях и довольно крупным масштабом. Одна из наших задач даже... Мы не столько даже на себя ставим акцент. То есть, да, реклама мероприятий и так далее, это все очень важно, но наша одна из задач, что я, например, расскажу, сделать, скажем, из этого спортсмена или зрителя, или активного молодого человека дать ему какое-то... То есть показать его, проявить его, сделать с ним интервью, показать его со стороны, заснять, как он забивает гол, как он закидывает трехочковый. То есть сделать из него небольшую звезду, скажем, в локальном. То есть для него это дополнительная мотивация, почему приходи сюда, потому что здесь он может проявить себя и его заметить. У меня вот такой философский вопрос. Вот вы упомянули, 12 лет существует Гетто Геймс. Я понимаю, что рано или поздно столкнется руководство с неминуемым разрывом поколений. То есть вот если Гетто Геймс начинали практически молодые люди, вот со временем не произойдет ли какого-то, условно говоря, старения руководства, и будут ли понимать друг друга тогда вот руководители и вот рядовые участники? Конечно, это может произойти. Мы об этом думаем. Мы надеемся, что мы всегда будем лично молодые и лично понимающие. Но понятное дело, что там меняется и поколение, и все. Потому существует вот такая конференция, которая пройдет 24-25 февраля, где люди со стороны, то есть любой желающий может принять участие. И может быть он загорится этой идеей, может быть он захочет стать частью нашей команды. То есть и таким образом мы в том числе и передаем свои знания, не только наши иностранные партнеры этим делятся. А во-вторых, у нас есть гетто-академия. Это где любой желающий в любом возрасте может подать заявку и быть волонтером во время наших мероприятий и проектов. И последнее время доказало то, что нам нужны волонтеры не только на лето, на 3-4 месяца, но и на весь год. Потому что мероприятия и разные активации у нас происходят весь год. Осталось только рассказать, как можно влиться в ваше движение. Где вас правильно найти и где эта академия? В первую очередь зарегистрироваться на конференцию и послушать вообще, о чем идет речь. Потому что со стороны это выглядит одно, а внутри механизм похож. То есть и философия, и к чему мы ведем. И мы не всегда, например, говорим о наших ценностях. Второе, следить за нашими социальными системами, где мы выкладываем самую актуальную информацию, и там выкладываем линки, то есть где можно зарегистрироваться. То есть летний сезон у нас начинается 1 июня, не считая Евролигу. И потому заявку на волонтерство можно будет подать примерно с апреля. То есть социальные сети и интернет-страница GetoLV, Geto через G-H, G-H. Да? Кажется, все верно. Да, именно так. Это наш главный канал. Но, понятное дело, люди, которые участвуют в наших проектах, они тоже делятся информацией. Также Радио Болтком. Сейчас мы общаемся. То есть люди здесь слышат похожим образом телевидение и другие новостные сайты. То есть стараемся... Слушать Радио Болтком вообще хорошая и полезная привычка, точно так же, как и занятия спортом. Антон, большое спасибо, что нашли время, поучаствовали в нашем эфире. Антон Семеняк, ведущий мероприятий, руководитель проектов GetoGames, был с нами, рассказал о конференции, которая состоится в конце февраля. И участвовать, в принципе, может любой желающий. Желаем, безусловно, вам развития, вашему замечательному проекту и успешного только-только начавшегося Geto года. Всем о добром. Спасибо большое. Доброго дня вам. Спасибо. У нас с Олегом небольшая пауза. У нас с Олегом небольшая пауза.